Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Мельдис, с вами Сергей. Сегодня с вами сделаем интересную и полезную самоделочку. Вот из такой пластиковой канистра. Ну а что у нас получится в итоге, мы сейчас увидим. Давайте приступать к изготовлению. Поехали! Для начала делаю разметку. От основания горловины отмеряю 30 мм. И провожу линию. Линию провожу обычным маркером. Отрезал досочку в размер. И таким вот способом по всей канистре провожу линию. После того, как сделали разметку, нужно верхнюю часть отрезать. Я это делаю при помощи своей аккумуляторной УШМ. Я считаю это самый быстрый способ. После того, как мы отрежем верхнюю часть, нужно убрать заусенцы. На верхней части и на нижней части тоже. Так что это будет мешать нашей работе. Затем беру кусок фанеры. Она 12 мм. Прикладываю канистру и обвожу по кругу. Должен получиться вот такой вот круг. Затем отмеряю внутри 2 см. И провожу линию. Это можно сделать на глаз. Такой большой роли здесь не играет. Но хочется сделать покрасивее. И сделать вот такие закругления. Затем беру аккумуляторную циркулярку. И обрезаю лишнее. Чтобы удобнее было работать. После того, как вырежем данный квадрат. Нужно будет сделать гладкие углы. И вырезать внутреннюю часть. Вырезать все это дело буду лобзиком. Ну и конечно же после этого нужно поработать шлифмашинкой. Чтобы не было заусенцев. Когда эту операцию выполним. Берем лист пеноплекса. Прикладываем наше кольцо. И обводим по контуру. Обводим только внешнюю часть. Внутреннюю часть. Нам не нужно обводить. После этого все дело вырезаю лобзиком. Смотрите. Делал самоделку. Ни пыли, ни грязи, ничего нет. Очень советую. Такой пилкой работать с пеноплексом. После этого берем верхнюю часть. Запениваю ее. И устанавливаю пеноплекс. Устанавливаю вот таким вот способом. Можно сверху положить какой-нибудь грузик. Чтобы пена не выдавила наш пеноплекс. Затем беру нижнюю часть. Также все это дело запениваю. И устанавливаю точно так же пеноплекс. Когда его установлен. Тоже взял небольшой груз. И поместил вовнутрь. Чтобы пена не выдавила. Ну и конечно же нужно будет вырезать еще 4 стенки. 2 стенки вырезал вот с таким скосом. 2 остальные стенки получились без скоса. После этого как высохнет наше дно. Устанавливаем боковушки. Запениваем вот таким способом. С одной стороны и с другой стороны. Это у нас будет готова первая стенка. И таким же способом нужно будет установить вторую стенку. Точно так же сначала с одного угла мы запениваем. Первую эту часть. И затем уже со второго угла тоже запениваем. Устанавливаем. И затем уже ставим боковинки. Все тоже запенил. Еще раз прошелся по контуру. Все запенил. То есть со всех боков. Потому что чтобы не было вообще никаких щелей. И так же установил деревянное кольцо, которое мы вырезали. Оно нам служит для того, чтобы не было гибкости. Ну и после этого оставляю все это дело сохнуть. На определенное время. Друзья, ну и пока сохнет пена. Решил заняться, как говорится, добрыми делами. Помочь бабушке скосить небольшой участочек. Как видим, трава очень высокая. Порядка 30 сантиметров. На первый раз решил выставить высоту среза 80 миллиметров. И собираю все этот травосборник. В следующий раз уже буду косить без травосборника. А производить просто мульчирование. Газон-косилка у меня аккумуляторная. От компании Greenworks. Весит она 24,5 килограмма без аккумулятора. Аккумуляторы здесь 40-вольтовые устанавливаются. И установлен бесщеточный двигатель. Ширина скашивания 46 сантиметров. И большую роль при покупке сыграл то, что здесь установлена металлическая дека, а не пластиковая. Высота среза составляет от 25 до 80 миллиметров. И регулируется при помощи вот такого рычага. Также данная газон-косилка выполняет три функции. Это сбор в травосборник, который составляет 55 литров. Мульчирование. И также боковой выброс. Чтобы нам сделать боковой выброс, ставим дополнительную насадку. Затем снимаем травосборник. И устанавливаем заглушку. Она у нас служит либо для бокового выброса, либо для мульчирования. Все, установили. И теперь мы можем пользоваться боковым выбросом. Как видим, все работает. Вот так выглядит участок после 20 минут работы газон-косилкой. Работа мне понравилась. Ссылочку, где я покупал, оставлю внизу под описанием. Ну а мы продолжаем. После того, как высохла пена, обклеиваю все металлизированным скотчем. Сначала все это выполняю с верхней частью. Не спешим, потихонечку все обклеиваем. Затем переворачиваю и обрезаю по кругу, чтобы не было никаких заусенцев. Как видим, выглядит все очень красиво. Таким же способом обклеил и большую часть нашего контейнера. Смотрите, как получилось. После этого нам нужно будет установить петли. Я устанавливаю две петли. Сначала сверлю с одной стороны. Затем также немного отступаю с другой стороны. И также сверлю два отверстия под петли. Устанавливать все это буду на заклепке. Как видим, первую петлю, вторую. Затем также установил крышку и тоже ее посадил на петли. Затем взял вот такой утеплитель для окон и проклеил все по контуру в два, ну как бы двумя линиями. Так холод не будет выходить. Ну и теперь нужно установить защелку. Устанавливаю тоже на заклепки. Ну и в принципе все. Получился вот такой вот изотермический контейнер. Летом в нем можно сохранить холод, а зимой тепло. Размеры у него следующие. Так составляет у нас 19 сантиметров на 20 и высоту 22 сантиметра. Я думаю это нормальные показатели, чтобы допустим летом куда-то мы поехали, положили сюда напитки прохладительные. Также можно взять допустим бутерброды. Опять же для охлаждения я использую обычный лед из холодильника. Можно еще допустим заморозить бутылочку и положить. Так холод тоже будет дольше хранить наши продукты. Друзья напишите в комментариях, а вы как бы сделали, чтобы дольше сохранялся холод. Еще я данную канистру не стал красить, так как белый цвет думаю больше отражает света и не сильно будет нагреваться. Ну и естественно после всего решил затестить нашу самоделку. Постояла она немножко у меня в тепле. Попробовал сок. Сок был прохладный. Поэтому самоделка рабочая. Всем рекомендую. Ну а мы на этом будем заканчивать. Кому понравилось ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока. До новых встреч.